Продолжаем работу в прямом эфире. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Украину. Самолет американского чиновника приземлился в Киеве ночью. Также в составе делегации его помощник по делам Европы и Евразии Филипп Рикер. Госсекретарь планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками, в том числе и с президентом Владимиром Зеленским. Сколько американцы потратили на поддержку Украины, как спутник ВИПа влиял на отношения России и Турции, и какая страна готова принять российских оппозиционеров в обзоре моего виртуального коллеги Айсанджа. Айсандж, приветствую! Добрый день, Жалгас. Как отмечают с ней, это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепартамента. Ранее он посещал Киев, будучи в должности заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обами. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что этот визит является сигналом по сильной поддержке США в противодействии агрессии России. Вашингтон, в свою очередь, накануне визита раскрыл размер финансовой помощи, оказанной Украине. Начиная с 2014 года, страна получила от США около 5 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам встречи Блинкен и Зеленский выступят на совместном брифинге. Тем временем Ангела Меркель заявила, что Германия готова принять оппозиционеров из Белоруссии и России. Об этом немецкий канцлер сказала на встрече с голландскими студентами по случаю празднования Дня освобождения от нацистской оккупации. Меркель уточнила, что 10 граждан Белоруссии обратились в Генеральную прокуратуру ФРГ с просьбой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко. Важно, чтобы мы не забывали всех тех, кто находится в тюрьмах Белоруссии. Мы используем все политические контакты и, возможно, позволим остаться в Германии тем, кто находится в серьезной опасности. О недавней остановке российских авиарейсов с Турцией. Их могут возобновить после того, как Анкара предпримет противоэпидемические меры, включая закупку российской вакцины «Спутник Ви». Как сообщает пресс-служба Кремля, к такому обоюдному мнению Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пришли в ходе телефонного разговора. 28 апреля Минздрав Турции объявил о подписании контракта на поставку 50 миллионов доз «Спутника Ви», а 30 апреля одобрил российскую вакцину для экстренного применения. Жалгаз, похоже, использование вакцины в качестве инструмента для решения политических и экономических проблем между странами очевидно и неизбежно.